Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток машинок Слепкар. Ссылочка в описании. В общем, друзья, неожиданная нота. Мы, короче, доехали, точнее, чуть не доехали до Фиолента. Через 600 метров. Развернулись и поехали в Подольск. Что-то у нас, знаете, как все, как снежный ком намоталось. Различные из-за этих, видимо, ситуаций недопонимания. Может быть, когда-то потом с вами поделюсь, пока не хочу. В общем, мы возвращаемся, что будет дальше, я пока не знаю, но все, кто был с нами, все, кто поддерживал как-то наш канал, огромное спасибо. Мы сами не ожидая того, просто сейчас возвращаемся, хотя в планах было все, конечно, по-другому. Обидно, как говорится, но да ладно. Все, всем пока. В общем, сами того не понимаем. Мы вчера оказались в Феодосии. Здесь пригород Феодосии, здесь есть кемпинг. Нас разбудил сегодня ночью дикий холод, потому что ночью здесь было 7 градусов, представляете? 7. И вот сейчас здесь все ходят в одежде, потому что 8 утра, но здесь прохладно, песок холодный и ветер такой холодный. В общем, мы вот так вот разбили лагерь уже ночью непосредственно, дети уже спали в машине. Мы просто бросили палатку. Сейчас у нас задача, конечно же, покушать, здесь осмотреться и понять, что нам делать дальше. Просто мы ехали по Тавриде, сначала каким-то пробкам, потом по Тавриде. Вот, и, собственно, мы здесь. Что куда дальше, я вам отвечу позже. Почему мы здесь? Потому что мы приняли решение ехать домой, но сгоряча, так сказать. А пока вот поспали, отдохнули, вот, голова работает совершенно сейчас по-другому. Ну, посмотрим, что будет дальше. Погнали с нами. В общем, мы приехали на турбазу Коронели. На ихнейшей территории есть автокентен. Есть вообще много чего. Есть бассейн, столовая, прачка. Есть вот такие вот домики. Можно заселиться в дома. Можно в палатке, можно с автодомами. Вот так вот, видите? Здесь есть детские площадки. Тёма, идите сюда. Смотрите, детская площадка есть. Вот, соответственно, есть мангальчики. Здесь по ценам сейчас я добавлю скрин, посмотрите, и в описании можно будет увидеть. Блин, как сегодня на улице прохладно. Сегодня ночью было 7 градусов. Вот, есть мангальные зоны. Короче, вот так вот. Так, это душевые, туалеты. Вот так вот, душевые. Это что? А, это тоже душевые. Ну, там дальше, наверное. Это ледные. Нет, это всё горячие. Есть даже бассейн, волейбольная. И вот так вот по периметру можно размещать палатки. Соответственно, здесь. Один, два, три. Вот, короче, вот такое вот. Слушайте, ну цивильно, аккуратно. Нормально. Возможно, мы сейчас где-то здесь встанем. Сейчас посмотрим. Вот она столовая. У каши 50 рублей на завтрак. Есть чайник, можно прийти всегда налить. Ну, бильярды это платные. По поводу стирки 300 рублей одна загрузка. Ну, это до хрена. Вот, ладно, пойдёмте дальше, покажем. Есть экскурсии. Ну, да. Это такая территория домиков. Ну, прикольно. Ладно, сейчас будем принимать решение. Да, друзья, это не кемпинг, это квартира. Мы тут подумали и решили, что нужно заселиться именно в квартиру, снять квартирку и перезагрузиться. Мы вчера приняли такое решение вернуться домой, потому что, ну, мы устали. Скорее всего, потому что постоянная жара, потому что постоянная нехватка либо того, либо того. Ну, там, например, хочется в душе помыться, либо там постираться, заканчивается одежда, есть неприятности по работе, плюс это задержание последнее, которое у меня было, плюс кража часов, это полиция. В общем, это же всё мощно так влияет негативно, поэтому мы сняли квартирку на одни сутки. Так повезло нам, что у них получилось окошко именно одни сутки. Завтра мы уже отсюда съедем, поедем дальше, так сказать, бомжевать по Крыму, дальше с палаткой. Мы сейчас перезагрузимся, но вот на момент съёмки мы уже месяц тусуемся в палатке в Крыму. Дальше будем спускаться на юг, что поделать? Дурная голова ногам покоя не даёт, поэтому мы сейчас с Севастополя, в смысле Фиолента, вернулись по Тавриде, на Феодосии, и снова поедем на юг потихонечку спускаться. Продолжайте это путешествие с нами, от вас нужна максимальная поддержка, лайкайте, пишите комментарии, если делитесь, репостите наши выпуски, то это вообще отдельное спасибо, огромнейшее. Ради контента? Вот. Ради контента мы в 1-8. Да, ради контента потерял часы свои пол-вотч, которым только полгода, новые. Вот, меня задержали военные, потому что я снимал на дроне в выпуске, посмотрите, ссылочка вот здесь выскочит, и в описании она будет. В общем, мы в квартире, завтра уезжаем, едем, сейчас у нас, как программа, большая стирка, мы стираем всё, что можно, здесь в доступе стиральная машинка, хозяева молодцы, даже положили порошок. Вот. А сейчас я приглашаю вас пробежаться по квартирке, посмотрите, как она, контакты я оставлю хозяеву, если что, позвоните. Как бы, если здесь жить в долгую, но я бы не стал, потому что далеко от моря это всё дело находится. Но в целом, вот как мы отдохнуть, перезагрузиться, вообще идеальный вариант, нам вообще повезло, квартира свежая, мы вторая семья, которая сюда заселилась, поэтому погнали, я сейчас вам всё расскажу. Ну что, вход вот, начинается всё с прихожки. В общем, друзья, это однокомнатная квартира, видите, да, свеженький ремонт, потолочек, шкафчики, всё как бы идеально хорошо. Так, давайте, значит, ванная. Здесь достаточно тоже кайфово, хорошая ванная, стиральная машина, ванная-душ. Ну, в общем, всё, что нужно, здесь всё есть. Так, это уже мы здесь посадили продукты, это Настенька готовит себе ужин. Вот, всё есть, здесь стоит газовый котёл, газовая плитка, есть вода, ну, вообще, всё, холодильничек, холодильничек, вот, без запахов. Ну, видно, что здесь всё новое, да? Это тут моя техника. Выпуск сохраняется, телевизор, стол, стол раскладывается, то есть, если вы хотите, можно его разложить. Ладно, пойдёмте дальше. Так, это тоже наш чемодан. Вот так вот мы здесь устроили большую стирку, не хватает одного полотенца, этого, господи, сушилки. Балкона нету, первый этаж. Мы достали вешалки и вот так вот придумали вот эту перекладинку. Стоит маленькая кроватка одна, большой диван, есть кондиционер, окно на проветривании, всё включается, телевизор, комод, ещё один шкаф. Ну, собственно, знаете, как я скажу, есть всё, чтобы, ну, нам перезагрузиться для комфортной, даже, там, сколько-то дней пожить. Мы бы с удовольствием пожили два дня, три дня, но, к сожалению, сейчас всё занято, да, и мы не можем. В общем, подписывайтесь на канал, лайк выпуску не забудьте поставить, комментарии от вас тоже жду, я всегда всем отвечаю. Погнали дальше, в путь. До новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok